70 вопросов за 2 часа рассмотрели на заседании в администрации Мирненского района под председательством первого заместителя председателя правительства министра финансов Алексея Стручкова. Все они были посвящены социально-экономическому развитию Алмазного края. Программа, рассчитанная до 2022 года, должна значительно улучшить качество жизни и решить многие проблемы региона. Подробности в следующем сюжете. Социально-экономическое развитие Мирненского района на повестке дня у республиканских властей. Совещание на эту тему проходит под руководством членов правительства. За последнее время уже решены вопросы по строительству школ и детских садов в нескольких муниципальных образованиях. Начнется возведение пожарного депо в Орлахе. Уже проведены исследования о строительстве нового родильного дома в Мирном. Скорее всего, он появится на месте нынешней скорой помощи. Решается вопрос по корпоративному профилакторию «Горняк», который сможет одолечивать и реабилитировать пациентов в центральной больнице. Также озвучили информацию об открытии Вайхали филиала Якутского медицинского колледжа и затронули тему приобретения томографа. По приобретению аппарата МРТ этот вопрос у нас вообще завис. Здесь акционерная компания «Алроса» как бы нам отказала при встрече с Сергеем Ивановым, что будет закупаться в частной компании МРТ. Но мы все-таки настаиваем на том, что мы оказываем экстренную медицинскую помощь. Обсудили на совещании и будущее совхоза «Новы». Для этого подразделения «Алроса» уже готов план значительных преобразований. Он должен стать агрохолдингом, что поможет снизить себестоимость продукции и дать новый импульс развитию предприятия. Создание агрокластера как раз таки и направлено на снижение издержек, прежде всего, увеличение объемов производства и насыщение рынка Мирнинского района свежей продукцией местного производства. Затронули тему реконструкции аэропорта Мирного. Вопрос этот сложный и затратный, но работа в этом направлении активно ведется республиканскими властями. На сегодня частично решен вопрос передачи аэровокзального комплекса в федеральную собственность. Что касается взлетно-посадочной полосы, то на сегодняшний момент, с учетом производственных интересов и акционерной компании «Алроса», и других хозяйственных субъектов, в принципе, полоса сохраняется за акционерной компанией «Алроса». Но мы можем рассмотреть вопрос передачи полосы в собственность республики Сахай-Акуте, в последующей передаче и в аренду акционерной компании «Алроса» для решения и производственных задач, и задач, связанных с перевозкой пассажиров. Одной из главных тем встречи стало обсуждение круглогодичной дороги. Этот вопрос сегодня самый болезненный для «Алмазного края». В середине июля в Мирный ожидается приезд представителей «Росавтодора». А это значит, что начнется новый раунд борьбы за дорогу. И к этому визиту районные и республиканские власти решили готовиться совместно. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».